Сегодня в Сочи на открытие регионального отделения специальной олимпиады приехали руководители этой международной организации в Европе и России. Они отметили, Сочи идеально подходит для проведения мероприятий специальной олимпиады. Это спортивные турниры для лиц с ментальными отклонениями. После зимних игр и чемпионата мира в Сочи осталась прекрасная база. Здесь, в Сочи, открывают новые отделения. Начинаем развивать проект объединенных школ, где люди с нарушением интеллекта и без нарушения совместно на спортивных площадках будут и уже участвуют, играют. Такие школы планируют организовать в качестве пилотного проекта в Хабаровской, Иркутской, Челябинской и Владимирской областях. Краевое отделение специальной олимпиады в Сочи открыли по спортивному матчу на стадионе Фишт между школами-интернатами – Сочинским и Приволжским. У ребят из Ивановской области, они в Красном, уже есть опыт игры на подобных матчах. А вот сочинские футболисты пока новички. Тем не менее, первый тайм остался за ребятами из города-курорта – 4-0. Во второй половине встреч у гостей из Приволжска счет сравняли. Встреча закончилась в ничью. А благодаря открытию в Сочи регионального отделения, теперь крупные турниры для детей с ментальными отклонениями будут проводить не менее двух раз в год. У нас есть, так скажем, центр спортивной подготовки для людей с ограниченными возможностями. Он был открыт в 2013 году. Поэтому у нас на сегодняшний день все возможности существуют. И мы в этом направлении давно работаем. Кстати, сегодня в Сочинской школе-интернате занимается более 400 ребят. Как рассказали руководители специальной олимпиады, они проверят уровень физподготовки каждого ребенка, чтобы подобрать вид спорта, которым он сможет заниматься. А помимо футбольной команды, в интернате хотят сформировать сборные и по другим игровым видам спорта. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.